От полуденного выстрела пушки как будто вновь ожила война 1812-го. Петропавловской крепости показали масштабное сражение русской армии с наполеоновскими войсками. Действие похоже на театральную постановку. Это реконструкция событий двухсотлетней давности. В нем приняли участие исторические клубы города. Мундиры образца 19-го века. Вооружение в соответствии с той эпохой. Несмотря на холодную погоду, более ста петербуржцев пришли к стенам Петропавловки. До битвы зрителям рассказали про амбандирование и показали в действии оружие тех лет. Историки до сих пор, хоть прошло уже 200 лет, спорят, кто победил в Бородинской битве. Пятилетние близнецы Арсений и Костя знают точно. Русская армия одержала победу. И предлагают свой вариант истории войны 1812-го года. Агутонов придумал планки и отвел их в Москву, чтобы сделать Москву холодную. Еще французы думали, что им там дадут ключи. Единственный в Петербурге роговой оркестр исполнил преображенский марш в память о Бородинском сражении. Роговая музыка в 1812-м была неотъемлемой частью. Придворных церемоний, проводимых в честь победы над французами. Каждый рожок, одна нота, один музыкант. Собственно, это складывается в наше звучание. После в Атриуме оркестр народных инструментов открыл музыкальный салон. Сегодняшняя акция «Гром Победы», посвященная 200-летию Отечественной войны 1812-го, стала своеобразным итогом празднования юбилейной даты в Петербурге. Максим Ирошниченко, Владимир Беседин. Новости Санкт-Петербург. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова